Дайджест главных событий холдинга После завершения пятого юбилейного конгресса Life is Good в холдинге началась деловая активность. В феврале и первой половине марта был проведен ряд образовательных мероприятий. В частности, в Санкт-Петербурге прошел эксклюзивный трехдневный курс Андреа Савинца «Бизнес-спецназ» для директоров Life is Good. В ходе обучения были даны конкретные инструменты, позволяющие добиться высоких деловых результатов за максимально короткий период времени. Главная особенность данного курса – его полная адаптированность под продукты Life is Good. Более половины времени учебного процесса уделялось практическим занятиям. Каждый человек, придя в бизнес, должен стоять уверенно на двух ногах. С одной стороны, надо строить команды, а с другой стороны, очень важно научиться продавать, потому что бизнес без продажи мертв. И вот те люди, которые умеют это делать профессионально и в одном направлении, и в другом – это лидеры, которые имеют очень большое будущее. В конце января в австрийском Кицбюэле состоялась встреча Романа Василенко и голливудской звезды Арнольда Шварценеггера. Было записано эксклюзивное интервью, первое для российской аудитории на родной земле Шварценеггера. Ответы на вопросы вошли в знаменитый фильм Романа Василенко «Охотник за успехом». На Ютьюбе его посмотрели уже около 19 миллионов зрителей. Спасибо большое. 5 апреля, в день рождения Романа Василенко, было запущено ежедневное корпоративное онлайн-вещание. Life is Good Life. Новый канал стал центром коммуникации для десятков тысяч сотрудников, объединил и сплотил большую семью Life is Good независимо от местонахождения, стал драйвером деловой активности. В первые дни после запуска в прямом эфире вышло обращение президента Life is Good к сотрудникам и клиентам холдинга. Начался показ оригинального информационного, образовательного, мотивационного видеоконтента. Аудитории были представлены медийные продукты, призванные оказывать сотрудникам всестороннюю профессиональную помощь в ведении бизнеса в период пандемии. Запущены актуальные рубрики, ответы на вопросы, панельная дискуссия, между нами говоря, мастер-классы от топ-лидеров холдинга, видеоверсии выступлений советников и директоров холдинга на Конгрессе 2020, анимационные фильмы по вопросам деятельности ЖК «Бествей». Также в эфир вышла рубрика «Жилищные истории по скриптум». Пайщики кооператива, счастливые новоселы, которые ранее становились героями новостных репортажей, делились на Life is Good Life новыми впечатлениями от проживания в квартирах своей мечты. Деятельность компании в новых условиях получила поддержку со стороны международных партнеров холдинга. Своё мотивационное видеообращение прислал известный австралийский писатель и бизнес-тренер Аллен Пис. Целый ряд образовательных, медийных продуктов подготовил для эфира Андреас Винс. Эксклюзивно для зрителей Life is Good Life обучающие курсы представили Боб Дойл и бизнес-наставник Рон Дженсен. Сейчас главное – смотреть на вещи трезво. Это первое, что позволит вам увеличить ваш потенциал. Нужно развить в себе привычку реагировать на стресс посредством эостресса. Научитесь видеть не препятствия, а возможность. Не проблему, а перспективы. Не кризисы, что всё безнадёжно, а новый вызов. Нечто ценное. Чего стоит достичь. В адрес сотрудников компании свои видеообращения прислали друзья Life is Good, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Крючек, а также Герой России Андрей Звягинцев. 31 мая завершилось онлайн-вещание по интенсивному графику с выходом в эфир 5 раз в неделю. Дальнейшая работа канала продолжилась в еженедельном формате. Всего в период пандемии за 50 дней трансляции Life is Good Life суммарная аудитория канала составила десятки тысяч зрителей. Более 200 часов прямых эфиров, гостями которых стали около 50 спикеров, лидеров бизнеса Life is Good. Канал Life is Good Life, он даёт нам возможность расширить свои рамки информационного вещания, получать мастер-классы для всех и от самых лучших. Это объединяет коллектив. Я хочу ещё раз выразить слова благодарности команде Life is Good Life, команде, которая работает и каждый день готовит новые эфиры, делают сетку программ. Вы прекрасные специалисты, вы профессионалы своего дела, и вы действительно делаете то, что никто никогда не делал. Спасибо вам за ваш профессионализм, за качество вашей работы. По сей день корпоративный канал является важнейшим бизнес-инструментом холдинга, средством донесения до сотрудников актуального информационного и образовательного контента, центром коммуникации Life is Good сообщества. В период работы холдинга в удалённом формате компания ежемесячно показывала устойчивую динамику развития, демонстрируя рост деловых показателей. Бизнес-модель в очередной раз доказала свою надёжность. В июне началось смягчение, а в некоторых регионах – снятие карантинных мер. Сотрудники холдинга приступили к постепенному возобновлению деловой активности в офлайн-формате. Одновременно на канале Life is Good Life были запущены новые рубрики «Из первых уст», «История успеха», а также в эфир вышел большой корпоративный челлендж «Моё решение». Это серия мотивационных видеороликов, в которых сотрудники компании ставили цели по достижению личных бизнес-рекордов. Начало челленджу было положено участниками панельной дискуссии на тему «Вижу цель, иду к ней» директорами Сергеем Санниковым и Василием Сухенко. Во время трансляции они заключили между собой пари по достижению личных рекордных деловых показателей. Арбитром соревнования выступил еще один участник дискуссии – топ-лидер компании Радик Ахмединов. Победителем первого соревнования стал Василий Сухенко. В дальнейшем на Life is Good Life бизнес-баттлы продолжились, доказав свою эффективность. Они являются драйвером роста карьеры сотрудников, способствуют развитию бизнеса Life is Good. В июне было зафиксировано рекордное количество единиц за всю историю компании. С 6 по 8 июля в рамках бизнес-курса LS3 впервые в истории компании было проведено дистанционное обучение с участием официального партнера холдинга Андреаса Винса. Слушателями курса стали директора Life is Good. Образовательный контент они получали непосредственно в личные кабинеты. А 9 июля состоялась первая с момента смягчения ограничительных мер, вызванных пандемией, оффлайн-совещание руководства холдинга. Техническими службами компании была организована прямая трансляция для директоров холдинга. За ходом мероприятия лидеры Life is Good следили в личных кабинетах. В работе совещания принял участие президент Life is Good Роман Василенко. Начиная с августа было отмечено возобновление деловой активности Life is Good в оффлайн-формате. Прошли региональные презентации, образовательные курсы ЛС, риторика. В Турецкой Анталии состоялось первое в текущем году зарубежное обучение холдинга. А в Санкт-Петербурге была проведена аттестация директоров Life is Good от 7-го карьерного уровня на право организации проведения обучающего курса «Риторика-1». Холдинг Life is Good продолжил активное освоение передовых информационных технологий для качественного, полномасштабного введения образовательного процесса. Значительно расширил портфель бизнес-инструментов. Наряду с проведением региональных оффлайн-мероприятий широкое развитие получило дистанционное обучение сотрудников. Так, 23 и 24 сентября в качестве пилотного проекта был организован бизнес-телемост «Санкт-Петербург-Бишкек». 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге проходил 5-й международный фестиваль народной музыки, песни и танца «Добровидение-2020». По традиции, компания Life is Good в лице Романа Василенко выступили главными партнерами мероприятия. Президент холдинга также является членом оргкомитета фестиваля. Естественно, бизнес это должен поддерживать. Это сохранение традиций. Потому что очень много сейчас искаженного. И я вот благодарю вас, журналистов, за то, что это освещаете. Это приоритетная задача, я считаю. То есть наш долг и долг бизнеса – поддерживать это. Поддерживать эти традиции. И я очень благодарен вот этим коллективам, вот этой молодежи, которая сохраняет эти традиции. Они же этим занимаются. В зале присутствовали почетные гости фестиваля, представители органов государственной власти, бизнесмены, известные деятели культуры. Среди них создатель и идейный вдохновитель фестиваля – депутат Государственной Думы Олег Нилов, заслуженный работник культуры России Нелли Кобзон, народный артист РСФСР Александр Михайлов, депутат Государственной Думы Сергей Крючек, первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы Елена Дропека, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов. Галоконцерт «Добровидение» проходил в живописном загородном клубе. Поддержать участников фестиваля приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В этом году в «Смотре» приняли участие 75 коллективов из 40 регионов Российской Федерации. В 2020 году проходили традиционные директорские балы холдинга «Лайф из Гуд». Первым из них был организован общекорпоративный бал. Его открыла деловая часть – конвенция директоров холдинга, выступления топ-лидеров «Лайф из Гуд». В мероприятии принял участие Роман Василенко. Состоялся круглый стол – откровенный разговор с президентом. В концертной программе приняли участие популярные коллективы и звезды российской эстрады – певец и композитор Андрей Олексин, группа «Дискотека Авария», а также «Золотой голос России», народный артист Российской Федерации Николай Басков. Еще один директорский бал проходил в честь новых директоров структуры Евгения Чайчука, директора холдинга 10-го карьерного уровня, советника президента «Лайф из Гуд». Это был первый балл в истории холдинга, организованный в рамках магистратуры. В ходе конвенции своей историей успеха представили директора 6-го, 7-го и 8-го карьерного уровней. Историческое событие. Если еще 5 лет назад компания делала 1 балл на всю компанию, и на балу мы чествовали 2-3 директора, то сегодня это первый балл моей магистратуры. Здесь мы будем чествовать 36 моих новых директоров. И на самом деле это огромный шаг вперед, и я точно уверен, что пройдет еще 2-3 года, и уже мои директора начнут делать свои баллы. Я сегодня, наверное, волнуюсь больше, чем каждый мой новый директор, потому что я вижу, как они готовились, как они учили тексты, как они репетировали выход на сцену. Но я точно знаю, когда они выйдут на сцену, они забудут абсолютно все. И начнут делиться с аудиторией, с публикой своими эмоциями и ощущениями. И это, наверное, самая большая ценность, которую они могут дать. В качестве специального гостя на мероприятии присутствовал президент Life is Good Роман Василенко. Состоялась торжественная церемония награждения директоров холдинга корпоративными знаками отличия. Праздничную часть директорского бала открыл большой парад директоров. Далее начался концерт, в котором выступили оперный певец Евгений Южин, кавер-группа ТОП-5, давний друг компании автор ряда композиций, написанных специально для Life is Good, диджей Слон и Катя. А хедлайнером вечера стала культовая группа Иванушки Интернешнл. По окончании выступления состоялась встреча, а также эксклюзивная фотосессия Романа Василенко и топ-лидеров компании со знаменитыми артистами. Я желаю, чтобы как группа Иванушки Интернешнл, ну как минимум 25 лет, вот уже 26-й год пошел, празднование новых наград. Да, если скажем, больше наград и больше директоров. Да, чтобы директора были здоровы и энергичны, чтобы эти награды не были остановкой, а только каким-то посылом для развития дальнейшего. Вам удачи, наград побольше, а нам хороших песен, правильно? Да, с наступающим Новым Годом. Ура. Life is good. Далее отправляемся в Иркутск. Владимир Долгополов и его супруга Вера готовятся к встрече Нового Года в просторной двухкомнатной квартире, купленной через ЖК Bestway. Будучи профессиональным специалистом в сфере недвижимости, Владимира сразу заинтересовали доступные условия программы жилищной кооперации. Я поизучал по юридическую сторону вопроса, посмотрел социальную, вообще возможность. Понял, что это нормально, это законно, это внушает доверие. Стал использовать в работе, а потом уже вот и собственный вопрос стал решать через кооператив Bestway. Поменяли место жительства, как район и как квартиру, ту, которую хотелось. Выбирали в спокойном режиме, не в аваральном, приобрели то, что нравится, то, что хочется. Общая площадь квартиры 72 квадратных метра, она видовая, улучшенная планировка. Дом находится в престижном районе города, отлично развита инфраструктура в непосредственной близости набережной реки Ангары. Очень комфортно проживать в этой квартире. Когда мы ее купили, мы сделали еще свой ремонт под себя, так, как нам хочется и нужно, просто чтобы жить в удовольствии. Для людей, кто думает о таких вещах, вот смене жилья, это один из вариантов очень выгодных и удобных приобретения именно квартиры мечты. Меняйте свою жизнь, принимайте решения, будьте счастливы. Дорогие коллеги, друзья, остаются считанные дни до окончания 2020 года. Сегодня, подводя его итоги, хочу сказать, что это был непростой год, но только не для нашего холдинга. Уникальная, не имеющая аналогов бизнес-модель Life is Good еще раз доказала свою надежность и эффективность. Показала на практике, что способна жить и развиваться в любых, даже в самых турбулентных условиях. В период пандемии мы смогли не только сохранить положительную динамику нашего товарооборота, мы показали рост, причем колоссальный рост. Побили все рекорды собственных деловых показателей. У нас гибкий, стрессоустойчивый бизнес. Мы внедрили новые инструменты. Запустили собственный онлайн-канал Life is Good Life. Стали еще ближе друг к другу. Сплоченней. В единстве наша сила. Действуя вместе, сообща. Нам не страшны никакие катаклизмы. Мы сможем покорить любые вершины. Поздравляю вас с новым 2021 годом. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья. Берегите себя. Берегите друг друга. Любите, наслаждайтесь жизнью, мечтайте и будьте верны своей мечте. Мира вам, добра и до встречи на шестом конгрессе холдинга Life is Good. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова